Девочки, всем привет! У меня сегодня съёмочный день. Всё, идёт уже полным ходом съёмка. Не буду так подробно рассказывать, показывать, что я готовлю, но скоро вы всё увидите. У меня вот такой здесь беспорядок ребёнок устраивает, пока мама занята. Ну, слава богу, хоть терпит, пока ждёт. Мы пошли с Занюткой в садик. Сейчас надеюсь, что Яна посыпит мне немножечко в санках. Они у нас раскладываются в лежачее положение, то она что-то как-то после болезни, видимо, ещё много спит. И одного раза ей недостаточно, видимо. Смотрите, какая вот у нас жесть. Вот такая грязь везде на тротуарах. У нас посыпают в городе дороги песчаные, ну, какой-то песчаный, не знаю, золой, короче, какой-то грязью. И вот такая вот грязь растаскивается по всем дворам, по всем тротуарам. Кошмар какой-то. Лучше бы вообще не посыпали. Или как в Перми. Солью какой-нибудь там специальной. Ну что? Что? Садись в саночки. Садись в саночки. Нет? Как это нет? У тебя уже сил нету. Яна, ты дома уже стонала, ходила. Сейчас домой придём после садика. Я планирую сделать себе пилинг. Наконец-то, наконец-то уже свой кислотный пилинг. Позавчера я его тестировала на подружке на своей. Вот, всё у неё нормально. Прошло, так что можно теперь смело и себе делать. Да не, шучу. Я в нём уверена была. Что? Чего ты такая довольна? Кошмар. Такое ощущение, как будто, знаете, песок прямо лежит. Как будто мы по песку ходим. Почесала. Угадайте, куда мы пришли после садика. Я встала на коньки не знаю спустя сколько лет. Ничего, вроде помню ещё кое-что. И она. Угу. Мы пришли на перекус в буфет, это все в нашем доме находится, в противоположном подъезде с другого конца дома. Голодная, ты почему после садика не всегда такая голодная? Мы, кстати, чонку отращиваем. Это мне. Сейчас покушаем, еще в магазин пойдем с продуктами. Какой? Магнит. Сейчас поешь и больше не пойдешь кататься? Пойдем. Еще кататься пойдешь? Я здесь хочу. Ну ладно. Кочерикает. Ага, там летает. Проходи, Анюта. Мы уже дома и вот что меня здесь ждало. Муж принес цветочки. Такие вот нежненькие розовые с бежевым красивыми. Таких, кстати, мне еще он ни разу не дает такого оттенка. Кошмарной видок у меня замученный. Если честно, я очень устала на этом катке. Ноги вот так устают с непривычки. Совсем другие мышцы, другая группа мышц, связок задействована. Что любуешься опять на себя? А, я не говорила же вам, да, почему цветы так муж подарил. У нас сегодня годовщина свадьбы, 8 лет совместной жизни. Сейчас, наверное, включу компьютер и поставлю диск с нашей свадьбы. Анютка просила показать ей, какие мы были с Петей жених и невеста. Я пойду переодеваться. Зачем? Хватит буду танцевать. Там красиво под вашей музыкой. Ну иди переодевайся. Еще сегодня мы определились с местом встречания, с местом празднования Нового года. Петя сегодня позвонил в ресторан в Перми мы будем отмечать. Вероничка, если ты смотришь это видео, спасибо тебе большое. Мы забронировали ресторан Карин, который ты рекомендовала, где у тебя была свадьба. И причем так сделано очень удобно. Стоимость. То есть можно просто забронировать столик. Там будет программа, естественно, какая-то развлекательная Дед Мороз и так далее. Танцы, живая музыка. И это определенную сумму стоит. Но можно доплатить еще на 1500 больше с каждого человека. И в эту стоимость уже будет включено еще проживание. Ночь в отеле в хорошем Хилтон. И в стоимость еще включается поздний завтрак. И вот на эти деньги, которые мы заплатим, это как депозит. То есть мы на эту сумму можем заказывать себе все, что угодно. Нам надо будет съездить в Пермь. Желательно, сказали, за две недели до Нового года, чтобы определиться с меню. То есть они заранее будут уже рассчитывать, кому чего, сколько готовить. И, видимо, уже столы будут как-то засервированы, уже накрыто будет. В общем, вот такие у нас планы на этот Новый год. Впервые мы будем отмечать его вместе, без детей. С тех пор, как у нас появились, с тех пор, как я еще Аня беременна была, мы не отмечали Новый год ни разу где-то вне дома. Ой, какая красотка. Красавица. И носки-то розовые у нее. И резинка-то в цвет розовая тоже. Включила видео. У нас было все серьезно. Студия Д-Видео. Не видела маму с папой-то такими молодыми. Мама, а где это, где это все дети? Ой. Мои фотки детские стояли в родительском доме. Какая смешная вообще. А где животик твой? Где я? Где я? Тебя еще не было тогда. Ты еще не скоро в животике хранилась. А папу-то где? Его не пускали пока. А может его мать с дяденьками лежает? Похоже маму на себя или нет? Да, но я не видела маму. Ты бы узнала меня сейчас такой или нет? Ты еще не... Ой. Ой. Девочки меня поздравляют. Я не могу поверить. Я не могу поверить. Я не могу поверить. Жених покатил. Ну что, Юльич верный. И хватит у нас денег. 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 Хватит у нас. Я не веку. С инкассаторской сумкой. А потом мы пошли жениться. Ох, какой жених Братва идет, братва жениха Видишь, какая у него группа поддержки была Блин, так классно вообще, если это вспоминать Хорошо, что есть видео, а не фотографии только Все-таки видео вообще по-другому все передает У тебя дяди нет? У тебя, говорит, прическа испортится Сейчас будет этот момент Девочки, пока не забыла, хотела у вас попросить Я уверена, что многие из вас пользуются косметикой и разбираются в ней лучше, чем я Так вот, я хотела попросить вас посоветовать мне какой-нибудь тональный крем Либо BB крем, CC крем или что там сейчас есть Что-нибудь не сильно плотное, просто слегка выравнивающее тон кожи Чтобы подходила жирной коже, которая еще и бывает шелушится То есть, чтобы не подчеркивал вот этот тон шелушения Я очень давно себе ничего нового не покупала У меня закончились все мои средства Для съемки видео последние капли выжимаю тонального от Фаберлик Ну и желательно что-нибудь такое масс-маркет Потому что я очень редко пользуюсь тональными средствами И просто если купить какой-нибудь люкс То будет жалко, если я его не успею расходовать За те, сколько там, полгода или сколько В основном по полгода, максимум 12 месяцев после вскрытия упаковки Тональные средства хранятся Если вы пользовались такими средствами, которые отвечают вот этим критериям Девчонки, я буду очень вам благодарна Напишите, пожалуйста, в комментариях Не хочется просто идти в магазин и там у консультантов что-то спрашивать Потому что у нас в городе, да и не только у нас Мне кажется, вообще в принципе очень сложно найти толковых консультантов Которые бы реально разбирались в косметике На бум так вот не хочется что-то покупать Кота в мешке, так скажем Раз у меня есть такая возможность с вами посоветоваться Я пользуюсь этой привилегией и прошу вас совета Буду вам очень-очень признательна Жду ваших комментариев Фух, девочки Я сходила на тренировку сегодня Впервые после затяжной болезни Вообще не только моей, но и детей Мне после уколов еще нельзя было ходить на тренировки Поэтому я пропустила две недели, а может быть даже две с лишним Ой, это очень тяжело Летом я когда уезжала отдыхать, я примерно тоже две недели пропустила Но мне не было так сложно Я вообще не ощущала, что я что-то пропустила Видимо потому что там я ездила на отдых, купалась в море И очень жарко было, то есть как бы нагрузка на сердце была На дыхалку Видимо меня это не так расслабило, как просто сидение дома, ничего не делали Вообще никакой физической нагрузки практически не было, кроме прогулок с детьми Пипец, я вышла с тренировки И у меня ноги были ватные Вот как практически как в самую-самую мою первую тренировку Когда я только начала год назад Вот практически такие же ощущения И я уже представляю, что со мной будет послезавтра А послезавтра мне надо будет идти снова на тренировку И там будет штанга Короче я себя почувствовала опять вот как год назад Рухлядью какой-то, мямли, не знаю Жижей, короче Всем привет Стою мне камеру включить Это я, ложка и вилка Это от кого? От бабы, от дед От бабы с дедой, да? От бабы с дедой А это мне, вилка со смариком Давайте откроем это Это мужчина свадьбы, но у нас нехватка вилок и ложек обнаружилась Давайте их распакуем Пакетики Давайте их распакуем И посмотрим Кстати, Тетя, какая у нас свадьба в 8 лет? Ты не смотрел? Открываем на концерте? Какой-то металл вроде бы Ой, смотрите Я уже почти что Жесть иная Вот как раз на вилочке Смотри, может сказать Это для меня А это для я На стены приборы И так, настало время пилинга Беру свой пилинг Премиум профессионал Пилинг молочный мусс Гипоаллергенный Достаю нейтрализатор к нему Тоже премиум Вот такой вот кисточкой я была наносить Дело в том, что я не нашла в нашем городе Кисть синтетическую плоскую Для нанесения масок Я обошла 3 магазина Причем крупных таких достаточно Свой многострадальный ободок Одеваю Надо будет мне его заменить Какой-нибудь новенький купить А этот уже просто Детьми такой ушатан Ну и потому, что я не нашла кисть специальную Я буду использовать вот такую вот Синтетическую кисть С Алиэкспресс Я ей наносила пилинг уже подружке своей Отлично, кстати, она подошла Для этой цели И сначала я умоюсь вот таким вот гелем Очищающим абсолютно нежность от L'Oreal Я, кстати, заметила, что у меня на него кожа лучше реагирует У меня она перестала так сильно шелушиться Все-таки я склоняюсь к тому мнению Что у меня кожа не жирная Она у меня скорее чувствительная, комбинированная И вот когда я пользовалась этой пенкой Нежного очищения для жирной кожи От этого фирмы Premium У меня очень сохла кожа Я прям чувствовала, что Слишком для меня агрессивное вот это средство А вот это вот у меня L'Oreal для сухой и чувствительной кожи И она мне больше подходит Поэтому я делаю выводы, что у меня все-таки кожа нежирная Хотя на лбу и на носу она очень-очень быстро жирнится Средство это я смыла И беру туалетную бумагу Девчонки, я перестала пользоваться полотенцами Потому что все равно Даже после одного использования полотенца На нем сохраняются какие-то микробы Там, не знаю, бактерии, роговевшие Частички кожи И поэтому я просто пользуюсь, можно сказать, такими одразовыми Божьими полотенцами Можно, конечно, завести специально рулонное полотенце Но я в этом не вижу смысла Я просто отрываю туалетную бумажку Она точно такая же чистая Вот Либо ватный диск можно взять И им тоже промокнуть кожу Приступаю к пилингу Я буду обходить вот это вот место У меня здесь свежее воспаление Которое я выдавила недавно А, кстати, мне надо как-то засечь время На телефоне мне время теперь не засечь Потому что я снимаю на телефон Ладно, буду смотреть по видеозаписи Прямо из тюбика наношу на кисть И буду начинать со лба Так как это такая самая у меня нечувствительная, мне кажется, зона Вообще никаких пока ощущений нет Никакого дискомфорта Запах практически не чувствуется Так слегка Достаточно приятный Я, конечно, посоветовала бы сначала сходить На первый пилинг косметологу Чтобы он проконсультировал Сказал, какой пилинг подходит вашей коже Все-таки профессионал есть профессионал Надо ускоряться Я уже больше минуты наношу Пилинг Оставляю его потом на 5-6 минут И буду наносить нейтрализатор В таком же порядке То есть сначала с лба начну Виски, нос Мне когда наносили в салоне пилинг Я чувствовала Вот здесь вот на кончике носа небольшое жжение И вот здесь вот на щеках Пощипывание Здесь вот сейчас я вообще ничего не чувствую Все хорошо И нанесу так же на шею Ого На лоб я нанесла уже 4 минуты назад Пока наносила на все лицо Но потом с такой же скоростью Примерно было наносить нейтрализатор Я промываю водичкой Кисть смываю Пилинг Кстати, смотрите Вот сколько получается тратится пилинга Изначально этого средства было где-то вот досюда Такая там прослоечка воздуха была И то есть вот столько я потратила на 2 использования Подружки Но правда на подружки я на шею не наносила Себе еще на шею нанесла То есть в принципе достаточно экономичный расход Упаковка эта стоит Не помню сколько В любом случае Дома делать это намного выгоднее Чем в салоне Естественно И очень-очень намного еще применения мне хватит И я думаю еще Маме предложить сделать Может быть своей кровью Все Прошло 6 минут И я Ай Я капнула на пол Он жиденький Прямо Начинаю наносить нейтрализатор Ну короче Все то же самое Что я делала с пилингом Я кстати читала Что можно даже в домашних условиях Сделать нейтрализатор из соды Но я не знаю Насколько это эффективно Я не стала Заморачиваться Рисковать Тем более у меня Как бы пилинг профессиональный Поэтому заказала уж Профессиональный нейтрализатор Кстати мне вот сейчас Стало немножечко пощипывать Опять вот эту зону Кстати пилинги Надо по моему наносить Еще до появления Сосудистой реакции Так вот у меня Почему-то реакции Вообще никакой нет Хотя у меня у подружки Как раз через 5-6 минут Вот в этой зоне Начала появляться краснота Не знаю почему У меня сейчас не появляется Это в следующий раз Я буду наносить Этот пилинг Через Недельку 7 дней Ну может быть через 6 дней Посмотрим Как кожа бы Это восстанавливаться Может у меня сейчас Вообще никакой реакции Не будет Что-то как-то странно Все Нейтрализатор нанесла Закрываю Убираю Мою кисть И как раз На минутку-две Нейтрализатор Подержится на лице И я буду умываться И сейчас Я нанесу маску Делаю все Как мне делали в салоне И у меня нету Обычной маски Я давно уже Такие не покупаю Но нужно будет купить Я в следующий раз Когда буду делать пилинг Через неделю Сделаю уже его С маской Какую-нибудь Подберу себе А пока я сделаю Вот такую вот Тканевую Которую показывала Вам корейская масочка Будем сейчас Успокаивать кожу Питать ее Немножко Закончился Вот этот вот крем Я уже тестировала Наносила его Несколько раз И девочке Он реально помогает Хватает эффекта На несколько дней Конечно нужно Это делать регулярно На креме написано Что вообще Два раза в день Нужно наносить Утром и вечером Но у меня не настолько Сухая кожа Уж прямо То есть я не диабетик Слава богу Мне хватает одного раза На несколько дней Вот очень всем рекомендую Девочки Я даже сейчас не ожидала Знаете что меня привлекло Вот в этой косметике Для диабетиков Дело в том Что она реально Тестируется Проходит клинические исследования То есть это так Это мне Яна тут видите Погрызла Следы от зубов То есть реальная Эффективность Ее доказана Не как обычные Средства косметические Которые продаются В магазинах Где зачастую Просто Маркетинговый ход И все Здесь Все протестировано Вот Ну и последнее Это вот такая вот Покупочка Для волос Шиплепиховый шампунь Вот в таком формате Намного более выгодно Ее покупать Она еще и по акции Он точнее был 98 рублей По-моему Вот такая вот Огромная упаковка Здесь 500 миллилитров Представляете Полулитра Максимальный объем Нахваливают Все вот этот Вот облепиха Сибирика Мне нравится у них Бальзам Вот такой же Я его использую Конечно же Не для объема Он просто Реально помогает Волосам быть Какими-то гладкими Такими Очень приятными Мягкими Ну и буду Тестировать шампунь Надеюсь Что он мне тоже Понравится Возможно Я его перелью В какую-нибудь Другую тубу А может быть В этом оставлю В принципе Вот эта упаковка Удобна тем Что здесь можно Средство выдавить До последней капли Ну а я наверное Буду завершать На этом свое видео И так оно Какое-то затянутое Получилось Надеюсь Что вы его До конца досмотрели Вот И спасибо вам Большое За просмотр Увидимся В следующих видео Всем пока-пока В следующих видео